Лорен Р. Грэхэм – известный американский историк науки, ведущий зарубежный ученый по истории российской и советской науки, жизнеописания. В 1955 году Лорен Грэхэм получил степень бакалавра наук в Университете Пердио, а в 1964 – степень доктора философии в Колумбийском университете. Почти 50 лет Грэхэм публикует работы по истории науки и преподает в Университете Индианы, Колумбийском университете, Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте, профессором которого он является в настоящее время. Грэхэм был участником одной из первых программ обмена учеными между США и СССР, в рамках которой он работал в Московском государственном университете в 1960-1961 годах. С тех пор он жил и работал в России десятки раз, нередко приезжая по нисколько раз в год. Помимо книг по истории науки он написал также популярную книгу об истории американских индейцев и книгу воспоминаний, где он написал свою юность в США и свои приключения в России. Грэхэм всегда выступал как убежденный сторонник соблюдения прав человека и развития международного научного сотрудничества. Он был членом попечительского совета фонда Сороса, организации, которая оказывала массовую материальную помощь российским ученым сразу после распада СССР. Кроме того, в течение многих лет он был членом управляющего совета программы по фундаментальным исследованиям и высшему образованию, которая поддерживает исследовательскую и преподавательскую работу в российских университетах и финансируется фондом Макартуров, фондом Карнеги, Министерством образования и науки Российской Федерации и другими организациями. Грэхэм является также членом консультативного совета Американского фонда гражданских исследований, который поддерживает международное научное сотрудничество. В течение многих лет он был членом попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге и до сих пор продолжает сотрудничество с этим университетом. В частности, Грэхэм подарил Европейскому университету в Санкт-Петербурге несколько тысяч книг из своей личной библиотеки и теперь эти книги составляют специальную коллекцию, носящую его имя «Научный вклад». В своих работах по истории науки Грэхэм демонстрирует влияние социального контекста на науку, даже на ее теоретическую структуру. Например, в книге «Наука и философия» в Советском Союзе он разграничивает влияние марксизма на российскую науку в некоторых случаях, таких как Лассенковщина. Он считает это влияние вредным, а в других случаях, в особенности в физике, психологии и вопросах зарождения жизни, полезным. В своей недавней книге «Имена бесконечности» он развивает гипотезу о том, что религиозные ереси оказали положительное влияние на ранние работы представителей Московской математической школы. Таким образом, Грэхэм не является сторонником какого-то одного идеологического взгляда на науку, но утверждает, что ученые находятся под воздействием многих разнообразных жизненных ценностей и философских взглядов. Грэхэм обнаруживает, что иногда это воздействие переносится на саму математику, как это показано не только в его исследовании о Московской математической школе, но и в его статье «Да математика» «Ликвейшнс Экспресс Сушал Атрибутс». Помимо сочинений об истории научных теорий Грэхэм издал много работ по организации науки в Советском Союзе и России, в том числе книги о первых годах Академии наук СССР и о положении российской науки после распада СССР. Книги Грэхэма опубликованы на английском, итальянском, немецком, русском, испанском и китайском языках. «Научное признание» 1996 – медаль Жоржа Сартона, присуждаемая Обществом по изучению истории науки за совокупный вклад в изучение истории науки. В 2000-х премия Full Award Мичиганского исторического общества за вклад в изучение истории штата Мичиган, является членом Американского философского общества, Американской академии искусств и наук, Российской академии естественных наук, частная жизнь. Лорен Грэхэм и его жена Патриция, являющаяся известным историком образования и бывшим деканом Гарвардского университета, Много лет назад купили маяк на уединенном острове озера Верхний, самом крупном и глубоком в системе Великих озер. Там они проводят летние месяцы, занимаясь писательским трудом, наблюдая природу и участвуя в качестве добровольных помощников береговой охраны США во многих операциях по спасению попавших в беду моряков. Описание маяка дано на сайте основной книги Грэхэма, Moscow in May 1963, Education and Cibernetics, Washington, 1964, The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927-1932, Princeton University Press, 1967, Science and Philosophy in the Soviet Union, Alfred Knopf, 1972, Between Science and Values, Columbia University Press, 1981, Science in Russia and the Soviet Union, A Short History, Cambridge University Press, 1981, Панкшенс энтузиософ дисциплинарии хистерис, Рейдель, 1983, Red Star, The First Болшевику Топиа, Би Александер Богданов, Индиана University Press, 1984, Science, Философии, and Human Behaviour in the Soviet Union, Columbia University Press, 1987, Science and the Soviet Social Order, Harvard University Press, 1990, The Ghost of the Executed Engineer, Harvard University Press, 1993, The Fuzz in the Rock, The Tell of Grand Island, Chippewa, University of California, 1995, Уэд Хейфуллер, Недибаут, Science and Technology from the Russian Experience, Stanford University Press, 1998, Moscow Stories, Индиана University Press, 2006, Grand Island and Its Families, GI, 2007, Science in the New Russia, Crisis Aid, Reform, Индиана University Press, 2008, Naming Infinity, A True Story of Religions, Mysticism and Mathematical Creativity, Harvard University Press, 2009, Lonely Ideas, Can Russia Compete, MIT Press, 2013, The Sudden Lighthouse, A Grand Island, Riddell, Arbutus Press, 2013, Публикации Грэхэма на русском языке, Лоренер, Грэхэм, Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньютоне, Виет, 1993, Номер 2, от 20 до 31, Лоренер, Грэхэм, Наука и философия в Советском Союзе, 1972, Лоренер, Грэхэм, Естество знания, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе, Переулок Сангл, М. Политезда, 1991, 480 секунд, ISBN 5-250-00727-9, Лоренер, Грэхэм, Очерки истории российской и советской науки, М. Янус, 1998, 312 секунд, ISBN 5-80-37-0007-X, Лорен Грэхэм, Призрак казненного инженера, СПБ, Европейский дом, 2000, ISBN 5-80-15-0060-X, Лорен Грэхэм, Имеет ли математические уравнения, социальные атрибуты, науковедение, Номер 4, 2002, С, от 121 до 131, Я, плюралист, Предисловие С. С. Елизарова, беседу вел С. С. Елизаров при участии М. Мокровы, Вопросы истории естествознаний и техники, Номер 1, 2004-С, от 135 до 157, Лорен Грэхэм, Жан Мишель Кантер, Имена бесконечности, Правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве, СПБ, издательство ЕУСПБ, 2011, 232 секунды. Лорен Грэхэм.